МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальной обстановки в городе. Все такие спортивные, красивые, очень-очень, да, очень хорошие. Десногорский колледж на катке «Атомтранс». Мне даже сам царь завидует. Ну, так и есть к чему. А главное – сделать ничего не надо. Емелин – Новый год в молодежном центре. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня начало масленичной недели. В течение семи дней главным блюдом любого стола будут блины. Более того, по старорусским традициям, каждый блинный день особенный, и проводить его необходимо по-своему. Завершится масленица ярким гулянием с песнями, плясками и сожжением чучела зимы. В Десногорске это мероприятие состоится в воскресенье 26 февраля на площади у открытой городской эстрады. 18 февраля в Смоленске в храме Архангела Михаила состоялись праздничные мероприятия, приуроченные Дню поисковика на Смоленщине. В рамках акции «Доброходы» поисковики не только совершили молебен, но и облагородили внешнюю территорию храма, посыпали дорожки песком, расчистили от снега могилы неизвестных солдат, выкопали ветви сосен, украшавшие обитель во время рождественских торжеств. Участвовали в работе как закоренелые поисковики, так и ребята, вступившие в поисковое движение всего пару месяцев назад. В Десногорском музее поискового движения прошла реконструкция экспозиции. Подробности в нашем сюжете. 18 февраля в престольный праздник в честь иконы Божией Матери взыскания погибших на Смоленщине отмечают День поисковика. Десногорский отряд «Обелиск» отметил его по-своему. В этот день они занялись обновлением экспозиции в музее поискового движения. У нас это легло сейчас как за традицию. С 2015 года, когда музей был открыт в обновленном виде, приняли мы решение, что каждый год в феврале месяце мы закрываем музей, пополняем экспозицию, чистим экспонаты, наводим порядок в витринах. И к 23 февраля, к нашему мужскому празднику, мы обновленный музей открываем. Большая часть экспонатов, которыми пополнилась экспозиция, в этот раз взята из личных коллекций самих поисковиков. Это вот есть устав красноармейский, есть клише, которым печатали листовки. Оно вот клише, оно найдено было в лесу, вот, разбитое. Эту листовку печатали по уничтожению немецкой мотопехоты. Мы узнавали, здесь фамилия стоит майор, не помню, как на Б фамилия майора. Мы пробивали по интернету, кто такой. Да, он в 1941 году воевал в наших местах. Далее он был герой Советского Союза, и, по-моему, в 80-х годах только он умер. То есть это вот тоже история человека и листовки по борьбе. Я думаю, не каждый музей может похвастаться такими экспонатами. Десногорский музей гордится такими уникальными экспонатами, как атлас командира РКК, сборник красноармейских песен, газеты военного времени и настоящими немецкими агитационными листовками. А стенд кавалерии Белова, которая воевала на территории Смоленщины, пополнился еще и уникальной шашкой, которая была найдена поисковиками под деревней Богданово. Одна из последних находок была сделана в прошлом году. Это кавалерийская шашка образца 1871 года. То есть это еще даже не то, что довоенная, это дореволюционная шашка, вот этот выпуск. И так как это оружие все стояло на вооружении Красной Армии, вот мы решили, как вот еще один экспонат сюда дополнить. В этот раз в музее появится новая инсталляция по авиации. В наш зал экспонаты размещаются по самолету, который был поднят у нас в 2016 году. Это Бондаренко Вячеславов. Мы постараемся сделать инсталляцию в виде кабины. То есть будет использована броня именно с этого самолета, органы управления с этого самолета. Добавится у нас туда турель, ну как бы сказать, условно, турель именно стрелка. Музей находится в постоянном развитии и благодаря регулярному обновлению экспозиции популярен. Он по праву считается самым лучшим в Смоленской области. В Дорогобуже в рамках проекта «Связь поколений» прошел областной фестиваль патриотической песни. В этом году участниками фестиваля стали 20 ребят из 14 районов Смоленщины. Чаще на сцену выходят поисковики или обычные школьники. Но в этом году были и профессиональные исполнители патриотической песни. Некоторые ребята приехали с песнями собственного сочинения. А сейчас криминальные новости. Смоленские полицейские провели первое в этом году уничтожение наркотиков по приговорам судов, вступившим в законную силу. В огне сгорели наркотики, которые еще недавно являлись вещественными доказательствами по 65 уголовным делам. А это порядка 20 килограммов наркотических веществ. Среди них 15 килограммов марихуаны, 2,5 килограмма маковой соломы, около килограмма героина, а также более килограмма наркотиков синтетического происхождения. В рамках уголовных дел было осуждено более 80 человек. 16 февраля в Смоленскую полицию поступило сообщение о забытом чемодане на крыльце сельскохозяйственной академии. О возможной террористической угрозе сообщила сотрудница вуза. На место оперативно выехали сотрудники полиции, кинологи, специалисты МЧС. Были перекрыты все центральные улицы. Студентов и преподавателей академии эвакуировали. Кинологи с собаками обследовали подозрительный чемодан и выяснили, что взрывного устройства в нем нет. В чемодане оказались вещи, бумаги и сотовый телефон. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 124 сообщений о происшествиях. Из них 10 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 114 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 92, за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 12 человек. В этом году многофункциональные центры расширяют свои услуги. Теперь в МФЦ можно получить лицензию на хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, разрешение на перевозку пассажиров и лицензии на ведение фарм-деятельности. Сейчас в МФЦ можно получить лицензии для медицинских организаций. Там же выдают разрешение на строительство и продажу алкоголя. Всего же многофункциональные центры предоставляют больше 560 видов услуг. На катке «Атомтранс» прошел необычный спортивный праздник. Студенты колледжа пригласили школьников, чтобы в игровой форме рассказать о специальностях и профессиях, которым они учатся. Какой оригинальный способ для этого придумали студенты, мы расскажем вам прямо сейчас. Организаторы спортивного праздника поставили перед собой задачу, познакомить школьников со всеми специальностями. Они отказались от лекций в школьных классах и пригласили будущих выпускников встать на коньки и принять участие в соревнованиях. Все конкурсы так или иначе были связаны с рабочими профессиями, которым обучаются студенты колледжа. Хотим показать, что профессия – это не только значимо в будущей карьере, это на самом деле и интересно, поэтому посредством игровой такой форме мы, можно сказать, произведем такую профориентационную рекламу наших профессий. О профессиях рассказывали веселые агитационные плакаты. Те, кто не решился встать на коньки, активно болели за команды. Посетил праздник директор АО «Атомтранс», депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Он приветствовал гостей катка. Наш коллектив очень много делает. Делает котов, раздевалки, туалеты, поэтому обращайтесь. Просьба, не ломайте, пожалуйста. Это мы делаем для вас. Успехов вам! Праздник удался. И вполне может быть, что среди участников соревнований находились будущие повара и электрики. Профессию выбрали? Конечно! Как? Где пойдешь? Поваром пойду. Поваром. Или электриком. А чего? Все идут, и я пойду. Организаторы соревнований доказали, что рабочая профессия – это не только карьера в будущем, но и интересное и увлекательное занятие на всю жизнь. В Смоленске во второй раз прошел зимний чемпионат и первенство России по многоборью. В нем приняли участие спортсмены из 34 регионов, более 150 многоборцев. Среди них все ведущие спортсмены нашей страны во всех возрастных категориях. Для них этот зимний старт важнейший в сезоне. Поскольку на международных турнирах выступать российские легкоатлеты еще не могут, чемпионат России – главная возможность показать свой уровень. В городском центре поддержки молодежных и детских общественных объединений много лет успешно работает куколь на драматический кружок лицедей. Свою последнюю работу – русскую народную сказку «Емелин. Новый год» юные артисты показали воспитанникам детских садов города. Все подробности – далее. Маленькие зрители, а их было около 40 человек, пришли на спектакль из детского сада «Теремок». Сопровождали их 12 взрослых, родители и воспитатели. Приветствовала гостей руководитель кружка лицедеи Наталья Шабарова. Дети очень эмоционально реагировали на сказочные события, происходящие на сцене, и поддерживали артистов аплодисментами. Директор молодежного центра Юлия Кожар вручила почетные грамоты самодеятельным артистам, которые занимаются в кружке более трех лет. Анна Емельянова, Глеб Лопаткин, Дарья Рябова, Анастасия Кобзарева и Анна Каримова отмечены за высокие творческие достижения, целеустремленность, самоотдачу и активное участие в работе кружка. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnandefistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин